Всем привет! Сегодня мы приехали в крепость Хвасон. Это историческое место, здесь очень интересно, и находится оно в городе Сулон. Мы уже зашли вовнутрь, оказывается вход платный, где-то около доллара стоит вход на одного взрослого. До этого мы приезжали сюда в прошлом году, нет, позже в прошлом году, и вход был бесплатный. Вот смотрите, где мы находимся. Такие вот костюмы. Это у кого такие костюмы были? Ну, наверное, у военно-начальников, да? Это оружие. Это пушка, походу. Ехали мы сюда где-то полчаса, и еще минут сорок жили и искали парковку. Кое-как потом нашли, она очень дорогая оказалась. Это королевский банкет в Бон Судан. Это пространство является частичным воспроизведением королевского банкета во время путешествия в 1795 году. Король Чонжо, который находится справа, отдает дань уважения своей матери, которая находится вон там слева. Давай пойдем к ней. А что самое интересное, на банкете были представлены 12 закусок, 70 основных блюд и 42 цветочных декораций. Я неправильно прочитал или ошибся. Там был не король, а король сидит здесь. А тот был военачальник. Тот был военачальник. Какая здесь потрясающая природа. Это просто супер. В таком месте находится дворец. Они прям знали, где строить. А вот там где-то сверху была статуя Буды, да, большая? Да, но мы туда, наверное, не пойдем. А в этот раз она на реставрации. А, она закрыта? Вот это комод из натурального дерева. Они очень ценные, древние. И у братства очень скромные. Может быть, это придворный каллиграф. А, оказывается, это Евнух, читающий книгу. Это такая печь. Здесь готовили и пищу, вот топили. А с той стороны полы подогревались. А здесь одновременно и готовилась пища. Так как угля было мало, дерева тоже мало, они экономили. И комнаты тоже очень маленькие. Быстро обогревались. А летом вот на таком топчане сидели, пили там... Ну, тогда чай не пили в те времена, а пили рисовый отвар. Это очень... Даже недалеко было, даже во времена моей бабушки. В таком стиле дома было. А я застал такую кухню. А это кто? У него уже другая форма. Это Евнух готовится к прогулке. У него прогулочный наряд. Здесь вообще много всяких комнат. И мы сейчас по очереди заходим в каждую и смотрим, что есть интересного. У нас тоже вкус кухня корейская. Она уже побольше. Мама! Ау! Который там? Это пол? Это глубоко. Да, это пол. Это придворная швея. Все довольно скромно. В этой комнате жила придворная леди. Здесь же она спала. Вот видите, постель. Спала она на полу, но пол был с подогревом. Вот так выглядели блюда для королевского банкета. Очень красивое украшение. Жаль, что это не настоящее. Да, жаль, что это муляж. Что самое интересное, что вот это все блюда до сих пор кушают. Вот это кунжутное масло с сольным. Правильно соус? Да, точно. Макать мясо. А это случайно не ток? Интересно, вот эти фрукты. Смотри, какой. Вон, это ток. Да. Это ток с фасолью внутри. Это покои императрицы. И вот здесь она находится вместе со своими прислугами. Это уже большая кухня. И вот здесь готовили. А это казаны. Называемые кама. А это деревянные крышки для казанов. Да, сейчас такие крышки тоже используют. Да, но если деревянные, то они дорогие. А есть пластиковые. Вот такие вот, это все ручные работы. Мой дедушка и папа умели такое делать. Плетенка, да? Да. Из иловых пруть. Это, походу, принцесса сидит, учится. И вон там есть много-много маленьких столиков. У нас такой, кстати, тоже есть. Кстати, в этом дворце снимали дораму, жемчужина дворца. Вот фотографии. Может, кто-нибудь смотрел? Дорама историческая, 2004 года. Если кто смотрел, напишите в комментариях. Медный? Мед же, она другого цвета. Сплав? Медный. Ну, тоже сидит, кушает на полу. Угу. Кази парили, это баклажаны парили, несколько раз. Вот так сидели и ели в детстве с бабушкой. Вот эти сундуки использовали для хранения риса и зерна. Вот еще здесь есть. Что еще есть интересного? Вроде бы все обошли. Нет, еще с той стороны. А, еще, да. Здесь надо аккуратно. А мы пойдем вон туда кушать, не помнишь? Ой. А? А потом пойдем туда кушать. Там, в прошлый раз, когда приезжали, сбоку там был большой рынок уличной еды, да, по-моему? Я не помню. Это давно было, уже почти два года прошло. Это очень дорогое удовольствие. Сейчас там... Здесь какое дерево? Дуб. Дуб? Нет, я думаю, это орех. Орех? Нет. Думала последние дни поносить платье с длинными рукавами. И это было моей ошибкой. Очень сегодня жарко. Я жалею, что не надела платье с короткими рукавами. Ну, или футболку какую-нибудь. Когда-то же жили здесь люди, да, на вот этом самом месте. Жили, страдали, любили, разводились. Здесь интриги плели. Хозяйство вели. Хозяйство вели. Ну что, пойдем посмотрим? Эй, не открывай меня. Будем фоткаться на вот этом красивом фоне, на фоне дворца. Готовы? Да. Наступило время обеда, и все проголодались. Поэтому мы сейчас в поисках еды. О, как здесь прикольно. Кто подажет эту тарелку? Какую тарелку? Вон там. А, не знаю. Солнце куда-то пропало, но все равно жарко. И я вот прям чувствую, как волосы мне начинают уже мешать. Думаю, может, постричь все. Сейчас вот такой момент, когда нужно решить либо стричь, либо отращивать дальше. Но что-то надо делать. Вот, ты такие делала, да? Да. Форма такая еще. Да, да. Сколько стоит? 30 тысяч? 18, 17. Ну и здесь эти, миди. Привет. А, морепродукты нет. Наконец-то мы пришли в кафе. Здесь работает кондиционер. Прохладно. Принесли мой заказ только пока что. Я заказала мульнэнмён. Это гречневая лапша. Холодный бульон. Здесь есть яйцо, редька, огурцы вижу. И, походу, всё. Ножницы специальные для лапши, чтобы удобно было кушать. Всё. Уксус немного. Теперь здесь чуть-чуть. И горчицу. Зарко. Всё, хорошо. Вот так вот интересно нам подали суп кимчи-тиге. Ещё вот так вот не приносили. Приносили в горшочках. Горячий, горячий. А ещё Коля заказал пирог из картошки. Но я бы это назвала блином. Потому что он очень тонкий. По-корейски называется кимзятён. Ну, сейчас попробуем. Вкусненько? Да. Лера захотела смузи. Такой вот прикольный стаканчик. Вверху жёлтый цвет, внизу голубой. Мы идём посмотреть на вот этот огромный колокол. Вот здесь идёт дорога, здание и вот такая историческая постройка. Мы на саму крепость не попали, так как у нас не было времени и уже не осталось. Но в следующий раз мы обязательно туда съездим и посмотрим сами и покажем вам тоже. А сегодня мы были в дворцовом комплексе. Сегодня мы были только в дворцовом комплексе. Но он тоже большой и у нас очень много сил ушло на всё это. Покажи, как красиво. Естественно. Да, вот посмотрите, какая красота. И сейчас мама нам говорит, не зря они построили именно в этом месте крепость, чтобы легче было защищаться, потому что с одной стороны горы, вон там, видите, и это всё не просто так было построено. Вот эти ворота – точная копия ворот, как у Намтемуна. Я думаю, что-то они так похожи, оказывается, они одинаковые, мне Коля сказала. Ну и мы сюда не пошли. Просто сейчас проехали и решила показать вам. Коля привёз нас в торговый центр, чтобы купить солнцезащитные очки. В прошлый раз он мерил здесь, и ему не понравился цвет. Не было чисто чёрных. Он сегодня замучился без очков, потому что во дворце было очень яркое солнце, всё слепило. И вот не выдержал, решил купить очки. Ну как, мне нравится, а это самое главное. Крутым и ночью солнце светит, да? Я в машине поспала, не знаю, что-то меня укачало, я вырубилась. И, оказывается, мы очень быстро приехали, где-то, не знаю, мне показалось, минут 20 ехать. Потому что там авария была. Ну просто я помню. Потом после пробки я уже вырубилась. Лерочка тоже уснула. Ребята, сейчас я буду выбирать тебе игрушку. Чтобы у меня не было одиноко, я хочу, чтобы там поместились где-то обе стола. Мы уже дома. Коля заварил чай. Будем сейчас пить. И Лерочка хочет показать вам, что мы сегодня ей купили. Ребята, это такая клетка-предноска для собачки. Вот так вот. И сейчас здесь есть смотик такой. А вот это сама его собачка. Подозрочек можно её куда-то висеть. Вот так. Лустики. Она почему-то рассвета. Я хочу вот так, что я делаю, лустики. И ещё у нас есть две плитки шоколада. Казахстан. Вот такие плиточки. Одна уже вообще скукожилась. Мы долго не снимали видео. Видите, она, видимо, от влажности или наоборот. Когда ты приехала из России, Вероня уже уехала в Россию. А мы до сих пор не сняли. А мы до сих пор не сняли, да. Казахстан. И как раз у нас ничего нет в чаю. Ну там есть какие-то печеньки. Но хочется шоколадку. Поэтому Коля сейчас будет пробовать. Ну я примерно знаю вкус. Знаешь почему? Потому что здесь кондитерская фабрика Рахат. А я очень люблю конфетки, которые называются молочный вафельный батончик и шоколадный вафельный батончик. Также я ел грильяж, ел вечер. Там очень много конфеток я пробовал. И они все... Ну, Рахатовские. Да, они все хорошие. Вкусные конфетки, да. Темный горький шоколад. Темный? Да хорош. Я думаю, это обычный. Он, знаешь, он не сильно горький, да? Слегка. Есть горечь. Это темный шоколад. Он вкусный и... Ну он сладкий. Тает во рту, да. Мне нравится такой шоколад. Ну я говорю, я же Рахат уже пробовал, поэтому я знаю, что Рахат нормальные шоколадки производит. Ну, Лерочка кушала в Москве, когда мы все вместе пробовали, да? Да, мне кажется, она даже не почувствует разницы, что корейский шоколад, что там, допустим, Рошен, что Рахат, да? Все одинаковое. Все одинаковое. Ну, бывают, конечно, такие вот дешманские, которые... Такая плиточка, типа Аленки, но она такая прям... Просто ее жрать невозможно. Кстати, недавно в школе Лера потеряла свою сережку. Это были мои серьги, которые Коля мне подарил на рождение Лерочки. Их носила Лера, и вот на днях она пошла в школу, зацепилась там, то ли об угол стола, то ли обо что, не знаю. И в итоге они... Одна сережка у нее упала, там даже ранка у нее была, кровь пошла. Но так и не нашли сережку. Так что одна осталась, и пришлось ее снять, поэтому она сейчас носит мои серьги, которые Коля мне также подарил на мое 27-летие. А сейчас баба носит мою сережку. Серьезно? А тут что-нибудь только? Лера, скажи, пожалуйста, почему, когда ты нашкодишь, ты не говоришь об этом папе? Это что, она нашкодила, что ли? Не, ну вообще, упадет там, или еще что-нибудь сделает, а потом только маме говорит, а папе не говори, говорит тебе, да? Ты же на добыте, а мама нет. Ну ты же маме говоришь, чтобы она мне не говорила. Ты боишься папу? Нет, просто. Я же не хочу ее испугать. Ты не хочешь, чтобы я переживал, да? На этом мы будем видео заканчивать. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк. Кстати, я был проездом Шимкенте, Атырау, Актабе, эти три города. Всем привет вам, кто живет в этих городах. Не ты один был. Ну хорошо, хорошо, вместе были. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, и увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока-пока!